Девушки отдыхают 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 на маму, голосом на ангела, цветом волос, на солнышко, а вот всем остальным на сестру Аню. Аня. Аня в творчестве любит свободу, в отношении в полет, а на дорогах в бешеную скорость. Марина. Очень способная девушка. Умеет из ничего сделать вкусный обед, модную прическу и громкий скандал. Кристина, встречайте, любит кефир, учится играть на гитаре. Однажды вышла на сцену в трусиках. Катя. Девушка с южным темпераментом. Обожает итальянскую кухню и язык из страсти. Надя. В детстве мечтала стать секретарем, а стала дизайнером купальников. Любит экзотику. Однажды ела жареных кузнечиков и скорпионов. Оксана. Каждое утро у нее начинается с чашечки кофе. Умеет прекрасно рисовать. Мечтает полететь в космос. Таня. Кандидат в мастера спорта по гимнастике. Танцевала гоу-гоу-дэнс в клубе. Ведет здоровый образ жизни, несмотря на это. Юля. Любит готовить шашлык, делать колесо и крутить хула-хупы. Однажды играла роль жвачки в спектакле. Наташа играет на скрипке и занимается йогой. Мечтает прыгнуть с парашютом и совершить кругоцветное путешествие. Вот они, 10 претендентов на твою руку и сердце. Виталик. Как у тебя сразу изменилось сражение лица, да? Вася скажет, а где Мадонна? Так, слушай, ты, по-моему, зацепился на одной женщине. Ты хотел девушек постарше, да? Не, не. Из тех 10, которые я сегодня увидел, я думаю, 3-4, ну, это девчины моей мрії. Но пока еще не будет сказать, кто. Я сподіваюсь, я их оберу. Кто из них тебе больше всего понравился? Кто тебе запомнился сейчас? Та девчина, которая играла роль жвачки, которую жевала подчас... Да, 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 ты примерно помнишь, как она сейчас выглядела, да? Шерона, сукня, дуже-дуже-дуже-дуже запомнилась. Хорошо, запомни ее. Кто еще тебе приглянулся? Блондинка в рожевому. Ну, это классика. Это классика жанра. На тебя верю, что это сейчас, да? Итак, правила нашей программы просты. Тебя ждет впереди 9 туров. На протяжении этих 9 туров ты узнаешь о девчонках практически все. Ты узнаешь, что они любят есть, что они любят пить, что они слушают, что они смотрят, чего они боятся. На протяжении этих 9 туров здесь на столе будут появляться вещи, которые будут говорить тебе об этом. Но каждый тур ты должен будешь исключать одну вещь. Одна вещь будет символизировать выход одной из участниц. Она будет покидать наше шоу. Соответственно, та девочка, которая дойдет до самого финала и преодолеет 9 туров, возможно, поедет с собой в Париж и составит тебе компанию на несколько дней в романтическом городе. Мы с другой, не об этом уже. Ну что ж, мы сейчас будем искать ту самую единственную и, возможно, любимую. Мы начинаем первый тур. Ну хорошо, благодаря Виталику мы знаем, что Мадонна не любит гортензии. Но что же не любит Виталик? Благодаря этим вещам сейчас мы и поймем его предпочтение в гардеробе женском. Вот перед тобой, да, 10 предметов. Какой тебе больше всего нравится, какой не нравится. Что ты об этом пока вот в ассортименте можешь сейчас так сказать? Да что, ты чок еще? Давай проверим, я не знаю точно. Давай проверим. Ты все можешь трогать, все можешь нюхать, можешь даже попробовать надеть на себя. Сюда можно апельсины, да. Мы можем поиграть в резиночку. Резиночку. Я сподеваю, что своей девчиной я резиночкой вечером не буду играть. Сижу. Ага, то есть ты в этом видишь какой-то фетиш. Фетиш? Нет, не, пока что без фетиша. Там еще туфельки есть. Не хочешь понюхать? Вот в принципе, мне подобуются девчата. Девчата на подборах, но мне кажется, это им, известно, занадто. Потому что я такой интересный. Душкера, справка. Ну, похоже на то, да. А как ты, кстати, относишься к вещам из меха и кожи? Душкеры нормально ставлюсь, единственное, что на самом деле хотелось, чтобы моя девчина носила за много одежу. Чем меньше, тем лучше. А, если она замерзнет, то ты готов ее согреться? То я готов отдать свой пиджак, отдать свою куртку. Но важно, чтобы она не носила такие вещи. Вот что это? Это тоже очень хочется потрогать. Это шарф. Для начала согласиться. Хотя, на самом деле, не очень любит такие вещи. Не очень понимает, почему они нужны. Хотя, если она согревает, то, в принципе, может быть. Это вообще любимая вещь в гардеробе. Что же тогда весь остальной гардероб у себя представляет? Но мы подходим вот к этой сухне червоне. Если девчина насмеливается одевать такую сухню, то мы уже понимаем, что у ней есть что показать. Подобается. Вот это пятерка, тверда. Это, наконец, мы оставим. Ну, прекрасно. Ну, Капелюк. Что можно сказать? Что, мабуть, что эта девчина любит много отдохнуть. Если она одевает такие на отдохнуть, то я бубы не против. Очень стильно. Отлично. Хорошо, но мы можем выбирать уже, да? Можем выбирать. Что тебе не понравилось? Мабуть, что вся куртка. Я приглашаю сюда владелицу этой куртки. Наташу. Наташа сейчас появится здесь. Она спустится по этой лестнице. Как мне и больше после этого смотреться. Ты можешь не смотреть ей в глаза. Ты можешь просто ей отдать куртку. А лучше кинь ее и в ноги, так, как могла бы кинуть ее Мадонни. А я просто не могу дать. Вот скажи ты этой девушке. Посмотри. Наталю, вы же понимаете, да? Что мне не понравилась не вы, а власне куртка, да? А вы очень симпатичная и очень радливая девчина. Спасибо. Удачи. Извините, Наталю. Схоже, Виталий дотримуется принципу «зняти все». Чим меньше одежу, тем краще. Шкода, что белая шкияна куртка разлучила его с чернявой красунею Наталкою. Хорошо, что на балконе у нас еще остались бронетки. Мы переходим в следующий тур. Конечно, это не фабрика, но красоты сзади достаточно. И вот как раз здесь лежит то самое оружие, благодаря которому девушки становятся неотразимыми. Это девять косметичек, которые принадлежат девяти участницам. Хотел сказать, что чем меньше косметики на обличии девчины, тем лучше. Потому что не потребна нам богатая косметика. Но самая большая у нас вот. Остя. Я не знаю, что. Ну, давай, откройте. Ну, это да, это какой-то профессиональный набор. Хотя здесь даже не косметика, здесь просто коротка. Сумка в сумке, понимаешь? О, даже две сумки. Тут целый профессиональный набор. Это профессиональный визажер. Понимаешь, понимаешь? О-о-о. Под питанием сумка. Ну, хорошо. Если мы говорим о размерах, то самая маленькая из всех косметичек вот эта. Да, мы что-то залишаем. Что-то залишаем. Маленькая. Как тебе вот эта? Такой самый лаконичный дизайн. Давай поднимем сейчас. Давай, давай. Зверкают бренды. Убила брендами. Ну, звездки медики-статки, чтобы отречать столько косметики на ней. Гравит эти дизайны косметички? Не, не дуже, не дуже. Похоже на то, что от бабушки по наследству досталось. Так, так. Червоний колор. Еще не выстачает просто визрунки, виз трасс. И каминчики просто для полного феша и гламура. Вот-вот. Я на это хочу обратить твое внимание. Мы должны определяться. Добрый, давай спасти три косметички, и зараз вырешу, оказывается, точно. Не, я все, я убираю. Ага. Так, все, выбор сделан. И вот эта косметичка принадлежит Татьяне. Татьяна, мы ждем вас здесь. Ох, ну, Татьяна. Так и не выгодно, будь ласка. Очень жаль, что ты меня не выбрала, но я все равно не расстроена, расстраивайся ты, потому что я могла бы тебе принести массу удовольствия и позитива. Спасибо, давай. Извини. Ты держи зла. Нет, Алька, вот ты нацелуешься за этот час, а? Доброе, что Татьяна не принесла с собой еще и бабусин и панчохи. Увага, девчата, порада от гламурных хлопцов. Не зло вживайте речами в стиле ретро. Самое время приходить в следующий тур. Субтитры сделал DimaTorzok Комментуя вагитность Кристины Орбакайте.